Здоровая нация – сильная страна. В ближайшие пять лет в российских регионах должно улучшиться качество первичной и специализированной врачебной помощи. Это ключевая задача национального проекта. Как в республике будет развиваться сфера здравоохранения, обсудили на встрече с медицинским сообществом. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Среди факторов риска – малоподвижный образ жизни и вредные привычки. И как итог – сердечно-сосудистые патологии. С болезнями, от которых страдают миллионы россиян, теперь борются и в рамках национального проекта. В республике в ближайшие годы намерены построить современный медцентр, который получит статус межрегионального. Комплексно оценили и было принято решение, даже волевое решение, Николай Васильевич, о том, что нам надо, учитывая, что на первом месте сердечно-сосудистые заболевания, еще раз хочу сказать, строительство регионального сосудистых центра. Финансовое средство на проектирование выделено. В январе мы объявляем аукцион и тем самым по шагу дальше уже будем отрабатывать федерацию. Дальше второе направление – это республиканские детско-клинические больницы. Финансовые средства выделены, аукцион состоялся, сегодня идут проектные работы. То есть вопросы времени и когда проектно-смертная документация с экспертизой будет у нас все готово, мы выходим в федерацию и дальше будем заниматься этим направлением. В приоритете и развитии ядерной медицины власти региона перенимают лучшие практики. Мы ездили и посмотрели и Алмазово, мы съездили и посмотрели в Москву, значит, Европейский медицинский центр, проговорили нашим и строительным, и в перспективе дальше будем развивать это направление. В борьбе за жизни людей, пострадавших в ДТП, счет идет буквально на минуты. Чтобы помощь приходила вовремя, необходимо развивать трассовую медицину. В рамках национального проекта в регион поступают современные реанимобили и передвижные ФАПы. Мне приятно слышать в Государственной Думе, когда Чувашская Республика с положительной стороны оценивается. Оценивается. Я хочу сказать, что вот те проекты в здравоохранении, это ФАПы. Если понимать и активно в Российской Федерации начали ФАПы строиться, это только с прошлого года. А Чувашскую Республику уже с 13-го года. Вот положительный опыт Чувашской Республики в Веронике Регина тоже была озвучена. За последние годы в республике возвели свыше 200 современных фельдшерско-акушерских пунктов. Обновлен каждый второй ФАП на селе. Глава региона отметил, что первичная медицинская помощь должна становиться более доступной. Значимым событием для горожан стало открытие многопрофильной поликлиники. Чтобы не заходиться в этом пятиэтажном здании, а это более 400 кабинетов, на каждом этаже вывешены вот такие подсказки, где найти своего специальности. В течение пяти лет мы отремонтируем каждый объект здравоохранения, там на селе, он в городе, я с этим современным оборудованием. Здесь ни у кого никаких сомнений не должно быть. Впереди масштабные планы. Михаил Игнатьев отметил, что на реализацию приоритетных проектов республика рассчитывает получить и многомиллионные суммы из федерального бюджета. Понятно, проект на спец документации надо свое время наготовить. Катится, вот здесь команда управленская должна работать. Мы должны начатый 2020 год достойно завершить по показателям удовлетворенности населения от бензинских услуг. Все эти меры призваны улучшить демографическую ситуацию в республике, повысить рождаемость и увеличить продолжительность жизни, отметил глава региона Дмитрий Ковалев, Павел Редков и Андрей Спиридонов. Республика.